АЛМАТИНСКИЙ АКИМАТ Медевский район, обслуживаемый 118-й по станции, в очередной раз оказался в кромешной темноте. Причем всеми прелестями жизни без электроэнергии люди наслаждаются до сих пор. Учитывая последние нововведения в области строительства высоток, где все завязано на электричестве, в данном случае обитателям элитных комплексов, в общем-то не позавидуешь. Плюс ко всему увеличившиеся пробки и без того вечно запруженных дорог. Учистившиеся случаи ДТП и с определенной долей уверенности можно констатировать, что особая любовь алматинцев к Акиму возрастает в геометрической прогрессии. Между тем, по информации нашего источника, ситуация на 118-й по станции складывается следующее. 5 января этого года у них сгорел один трансформатор. За 4 месяца можно было бы уже поставить новый. Они нагружают один оставшийся трансформатор, который 1-го числа взорвались и загорелись. Ячейки 10-киловольтные, распределение, мосты шины сгорели. Собственные нужды с автоматикой, они тоже отбитаются 10 кВт. Они отремонтировали вот за эти дни эти ячейки и подали напряжение. А мощность большая потребляемая, они автоматику загрубляют. После этого опять авария. Постоянно вот это вот проблема. По информации источника, после возгорания трансформаторов, произошедшего 5 января, власти Алматы получили особое предупреждение. Но, по всей видимости, никаких мер предпринято не было. Более того, 6 апреля, надо полагать, не без согласия городских властей отключается отопление. Намек на экономию вполне прозрачен. Но при этом нельзя не заметить, что в отличие от глав мэрий северных и западных областей Казахстана, решивших даже после 15-го числа не отключать отопление из-за надвигающегося холодного фронта, алма-атинские власти, наверное, не верят в погодные прогнозы синоптика. А в результате алма-атинцы были вынуждены обогреваться энергозатратными отопительными системами, что и привело к очередному коллапсу. Весьма любопытно на этом фоне выглядит до боли привычная игра в пинг-понг, когда одни кивают на других, а те на третьих. Представители алма-атинского Акимата в конфиденциальном разговоре отмечают, что Акимат не несет ответственности за ЖК, поскольку это, мол, дело сам рук Казаны. В свою очередь, пресс-служба энергетической компании заявляет, что после реформирования акционерное общество осуществляет только передачу и распределение энергии. Между тем, наш источник информации напоминает. А пока ЖК информирует, что с апреля 2009 года началась реконструкция морально и физически устаревшего оборудования 118-й подстанции «Арман», которая, кстати, была введена в эксплуатацию еще 27 лет назад. Но нам, увы, так и не удалось обнаружить никаких следов обещанной модернизации. Напротив, мы, что называется, воочию убедились, как латается устаревшее оборудование. По последним официальным данным, в Алматы и Алматинской области наблюдается острый дефицит трансформаторных мощностей. Износ электросетей достиг критической точки и составляет 70%. При этом каждый год алматинцы вынуждены выплачивать все большие суммы в связи с увеличившимися тарифами на электроэнергию. Сегодня мы платим чуть меньше 9 тенге за 1 кВт в час. Но вот вопрос, куда уходят итоговые гигантские суммы, по-прежнему остается без ответа. Мадия Тарибаева, Максим Митюлев, Зона ГИЗ.